Как? Дивишки-ребятишки, с вами снова Эдисон, и добро пожаловать в новую серию Майнкрафта... О, господи, чё мне делать нужно? Лай! Не, подождите, лай. А чё, чтобы вы понимали, я проснулся в холодном поту. Смотри, сколько времени? Это не построено, это реально столько времени. 6.07. И у меня есть две причины, почему я проснулся в столь раннее время. Первая причина, то что, почему вы мне не напомнили, чё, подождите. Я засыпаю на ходу, у меня как будто плющит. Я уже бушку помол, чтобы немножко проснуться, кофе себе сделал, но это как бы не помогло. Почему вы мне не напомнили? Почему вы это не сделали? Ребята, я вообще забыл про Антона, мать вашу Катеридзе. Наша Катеридзе, которая уехала, она оставила нам Антона и сказала, чтобы мы за ним присматривали. Антошек, а я про него вообще забыл, понимаете, то, что он вообще из головы вылетел, а я уже примерно вторую неделю даже не поливал его. А мне нужно его поливать, потому что если он засохнет, Катеридзе меня ухохошит. Поэтому напоминайте мне, пожалуйста, ребята, ну не гоже, не гоже. А когда Катеридзе приедет к нам там через несколько месяцев, ну, нужно же, чтобы Антон её ждал. И вторая причина, то, что у меня через несколько часов самолёт в Германию, потому что я лечу на Геймском. Ой, ну если вы не знаете, какое-то там мероприятие в Кёльне, в Германии, на втором канале у меня будет вложек про это мероприятие. Можешь видеть мой второй канал, можно на него прямо сейчас подписаться, на нём тоже недавно выходили вложики. В описании есть ссылочка на второй канал, подпишись, пожалуйста, потому что не только Майнкрафт смотреть, а и мою реальную жизнь тоже нужно смотреть. Если ты будешь смотреть, ты будешь... Если не будешь смотреть, жопа, а если будешь смотреть, не жопа. А? Сложно подбирать в башке какие-то мысли, когда ты проснулся 10-15 минут назад, ещё даже раздуплиться не успел. Антон, Антон, нужно пойти к Антону и нужно палить, палить Антона. Давайте, давайте мы как... Оп! Подожди, Ёхан и Бабай, подожди, 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 ай! Ага, и одно сердечко осталось, и Дрить Мадрид, а? Давай, 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 регенерируйся, пока он регенерируется, я ещё попрошу тебя поставить лайкусик. В честь чего? В честь того, чтобы Катя приехала к нам как можно скорее. Мне кажется, все ждут, когда Катя приедет, это я не знаю, когда будет, надеюсь, что скоро. Несколько месяцев точно, потому что у всех сейчас учёба начинается, и у всех много проблем сейчас будет, поэтому ставь лайкусик, пожалуйста, я никогда не бросаю слова на ветер. Как только Катя приедет, я обещаю, что мы с ней запишем второй сезон. Второй сезон обучения Нубика играть в Майнкрафт, поэтому давайте 30 тысяч лайков наберём прямо сейчас. Катя зайдёт на этот ролик, увидит то, что здесь 30 тысяч лайков, и сама захочет вернуться как можно скорее. Поэтому всё зависит только от тебя. Ладно, мне сейчас нужно туда допрыгнуть. Твоя мама прекрасная женщина! Так, ладно, дела пошли немножко не по плану, не по плану пошли. Оп, главное не умирать. Умирать не нужно, потому что Антон нас уже явно там заждался. Подождите. Опачки, я смогу туда допрыгнуть? Ядрё на мать! А то что, что, как это в жизни так случается? Ай, тихонечко, тихонечко. Не надо умирать, не надо умирать. А может я по-другому сделаю? Может я спрыгну туда вниз и нажму на рычажок? Это будет очень сложно, мне кажется, но как бы у нас другого варика, мне кажется, просто нет. Аааа, твою мать! Опа! Фух, надо было так с самого начала сделать. Антон, Антошик, Антотон! А куда мне... Куда мне воду разливать? А может... А я его просто удобрю снизу. Я просто... Вот, сундучок поставлю сюда водичек, потому что если я разолю воду, то Антон погибнет. А мы не хотим, чтобы Антон погиб, поэтому я просто поставлю вот сюда водичку. Подождите. У меня или послепросыпные галлюцинации, или вот недосыпные галлюцинации, или там... Ещё один сундук, смотрите, подождите. Это вот один сундук. А вот видите то, что снизу есть ещё... Подождите. Так, Катерица! Может хватит всяких нам сюрпризов и подарков и нежданчиков подкидывать. Подожди. Вот, основной сундук, где вода. И вот там снизу... Где... Подождите, как на него нажать? Вот! Ещё один сундук, где... Записка есть. Ох, ладно. Вы только посмотрите, Катя не просто так уехала, она нам ещё какие-то задания подготовила. Чтоб ни мне, ни вам не было скучно до её следующего приезда. Подождите, что она написала? Через проблемы... Стресс... С-с-с-с... Подожди, чё я нажал? Стресс... С-с-с-с... Твою мать, чё я нажал? Ладно, пофиг. Стресс, горе и ад... Можно найти своё... Если бы моя ещё башка немножко соображала в 6 утра. Через проблемы... Стресс, горе и ад... Можно найти своё счастье. Антон, ты тут удобряйся, поливайся до следующего раза. Через горе, стресс, шо-то там несчастье и ад можно найти... Катя! А просто в лоб нельзя было чё-то написать. Что за загадки? Ад? Подождите. Через проблемы, стресс, горе и ад можно найти своё счастье. Проблемы есть, я не успеваю на самолёт. Ад? Ну, вот. Подождите. Мне кажется, или... Чего? Окей. Ёхани-баба. Так, давайте зайдём в ад. В смысле, через проблемы, стресс, горе и ад? Я поймаю, что это какая-то загадка. Потому что Катя ничего не могла просто так сделать. И у меня на канале всё просто так не может быть. У меня в каждом ролике должна быть какая-то загадка, которую мы должны разгадать. Ад? В смысле, через какой ад? Что через ад? Какие проблемы должны быть? У меня двоица? Подожди. Я вышел через этот порт... Ё! Подождите. Я вышел через этот портал. А... Там ещё... Что? Овечка! Ты от своего... Пастуха сбежала? Овечка! Ты чё в аду забыла? Не хватало, чтобы тебе свинозомби какую-то сраку откусил. Овечка! Стюк! Я говорю, у меня башка, траекторию полёта, и моего прыжка ещё не умеет рассчитывать, потому что она слишком заспанная. Так. Подождите. У нас здесь овечка, которая гуляет в аду. Это прекрасно, наверное, то, что она гуляет в аду. Но не знаю, для кого прекрасно. Для каких-то зомбарей, да, чтобы они её убили. Но точно не для меня. Овечка, что ты делаешь? Как так? А что? А ну, блохастая, давай признавайся. А что тут такое? Признавайся! Овечка! Где детонатор? Что в портале? Овечка, я тебя сброшу! Я тебя сброшу! Признавайся! Признавайся, овечка! Что в портале? Признавайся! Овечка! 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 Я держу тебя в руке. Переместил в другую руку. Обратно. Признавайся, овечка! Что в портале? Я тебя сброшу в лаву. Овечка, при... Ты меня вынудила на это. Надо было сразу говорить, что в портале. Сейчас я сам буду это выяснять. Но я надеюсь, там не какой-то скример, как только я зайду. Или не какой-то ужастика. Что-то нормальное. Пожалуйста. Пожалуйста. Ладно. Давайте. На раз, два, три. Раз! Побежали! Хватит терпеть. Мы же с вами не секунды. Так. Что за праздник? Кто умер? Ну, в смысле, у кого день рождения? Торт, жениха и невесты. Священник, дарова. И обручальное кольцо. Я все понимаю. Я все понимаю. Да. Кать, ну нет. Я не готов жениться. Что это за намеки такие? Через мать... Нет! Ребята, подождите, подождите. Я как бы все понимаю. Ну, там, родители в свое время там уже женились 20 лет. Моя мама и папа поженились, когда им там было 20 или 21. Мама меня родила, когда ей было там 22. Я все прекрасно понимаю, что у меня 23. И я не женат. Хотя, почему я должен быть женат, если это стереотипы прошлого века? 23 года. Я... Кать, извини, пожалуйста. Нет, ну я... Что ж ты... Че? Да... Как выпилиться отсюда? Я не готов. Честно. 23... Давай, давай, давай. Мы просто еще как бы... Поживем и увидим, что там дальше будет. Зачем? Зачем эта спешка? Это уже вторая серия, где Катя мне оставляет какие-то послания, записки, загадки. Если ты не видел предыдущую серию, сейчас надо мной будет подсказочка. Нажми на нее обязательно и посмотри. Вот прям сейчас нажми, посмотри, что же творилось в предыдущей серии. И потом возвращайся сюда смотреть. Подождь. Свадьба. Это наши гости, да? Гости. Я не знаю, почему. Что... Хотя ложка, да, ложка. Нормальный пацан. Это какая-то знакомая Катя, наверное. И что самое главное, везде у нас тут бутыли вина, бутыли коньяка. Не пейте, дети. Алкоголь это вред. Уже нахреначились, да? Уже нахреначились, свиньи! Она вам ничего там случайно не передала? Что я должен делать? Какая мать его св... Ребят, нет! Я не буду! Я не буду никакие жениться! Я понимаю, да, то, что это намеки через Майнкрафт, но я не буду жениться. Извините, я слишком молодой! Священник, иди нахрен! Я все понимаю, то, что намеки, ненамеки, наверное, подготовка к следующему разу, чтобы когда в следующий раз, когда мы там вот это все самое встретились, Пу-пу-пу, на колечко, опа, под капучу, и все, сразу пошли. Дети Антон, ребенок Наташа, ребенок, эээ, мартилириан. Кто его знает, сразу 10 детей нашпиговали, Эдисон пошел работать на завод, потому что денег с Ютуба не хватает. Конечно, да, семья. А, фипачеку давай возьмем машину, эээ, 10 хер, иди нахрен, свол, да... Объявляю вас мужем и женой, Антон и Наташа. Объявляю вас мужем и женой, Антон и Нат... Антон и Наташ... Н... Антон и Наташ... Наташа? Антон и Нат... Антон и Нат... Антон и Нат... Дайте, я одолжу бутыль коньяка, да, спасибо большое. Антон и Наташа. Эээ, подождите, подождите... Антон и Наташа. Я уже распсиховался, я уже начал кипишевать, что... Что-то не так, а оно... А, оно вот как получается. Антон и Нат... Антон и Нат... Наташа. Я удивлялся, когда Катя нашла себе цветок и назвала его Антон, но она для него еще жену нашла, которую зовут Наташа. Вот, вот, вот оно. Ага, Антон и... Значит, Антон и Наташа. Ага. Антон. Антон, я тебя заберу. У тебя там сегодня важное событие. У тебя свадьба, Антон. Моя девушка нашла своему цветку... Невесту. Антон, не переживай. Антон, все будет хорошо, я тебя уверяю в этом. Все будет нормально. Жена у тебя просто потряска. Наташка зовут. Всем Наташам привет, если кто-то из Наташ смотрит ролик. Антон, не переживай, все будет зашибись, честно. Антон, Антон, Антон. Вот сюда, Антон. Вот сюда. Подожди. Вот сюда. Дорогие жених и невеста, Антон и Наташа. Я направляю вас на истинный путь. Путь жизни. Совместный путь жизни. Вашего брака, вашего союза. Желаю вам счастья. Как можно больше детишек. Ведь именно от вас, двоих, зависит, кем же вы станете в жизни и что у вас будет происходить в жизни в дальнейшем. Насколько вы будете счастливы. Насколько вы быстро выплатите ипотеку. Насколько дети на вас будут похожи. Сколько у вас в жизни будет проблем, сколько у вас в жизни будет хороших и плохих моментов. Но с кем их проживать зависит только и только от вас. Или вместе, или по раздельности. Конечно, вы не одни на этой планете, Антон. Я уверен, что таких, как ты, существует еще очень большое количество. И таких, как ты, Наташа, также существует еще очень большое количество. Но найти друг друга среди такого большого количества, в вашем случае, цветов, друга, человека, который будет для тебя и другом, и партнером, и тем, кто будет тебя поддерживать во всем, чем только можно, найти очень сложно. А практически нереально. Большинство людей находят таких людей, но спустя какое-то время им просто надоедают. Они начинают включать свое эго, включать свое ЧСВ, показывать свою гордыню. И браки рушатся, дружба рушится, отношения рушатся. Сложно сохранить какие-либо связи, неважно какие в наше время. Люди становятся с каждым днем все больше и больше закрыты в себе. И показать кому-то другому свои проблемы, свое несчастье, для них становится просто мучением. А найти человека, который будет поддерживать тебя во всех начинаниях, во этих мучениях, видеть твои слабости, но говорить то, что ты самый лучший. И краски благодаря этим словам ты будешь терять эти слабости, будешь, скажем, в нем становиться все сильнее и сильнее. Тебе, Антон, и тебе, Наташа, я желаю счастья в жизни. Пускай у вас будут хорошие детишки, цветочки. Горько, Горько, Антон и Наташа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова